Невидимый Брани Тех, кои сознали бедственное свое положение, хотят избавиться от него, а к делу не приступают. И отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение. Хотелось бы отметить, что данная глава имеет очень близкое отношение, наверное, к каждому из нас. Да, по крайней мере, это касается тех, кто желает спасения собственной души. Тех людей, которые осознают, что христианами нужно быть, а не называться. А жизнь христианская, как мы уже успели заметить, прочитав 30 глав, есть война, есть битва за свою душу. Битва за возвращение в себе того нормального состояния. Битва за выход из состояния ниже естественного в состояние естественное. Война за выздоровление собственного естества. И вот действительно каждый из нас может в жизни четко подтвердить, что желание спасения есть. Планов по освобождению себя от власти дьявола тоже много. Но вот как-то результата большого в жизни очень часто увидеть мы не можем. Почему же так? Ну вот как раз вот здесь, в этой главе преподобный Никодим в своем дивном созвучии с многими-многими святыми отцами дает нам ответ. Сразу же, что еще хочется сказать. Наверное, ни в одной книге святоотеческой нельзя найти ответы на все вопросы. И не потому, что человек, живущий в Духе Святом, что-то не способен донести. А сколько вот есть воля Божия, чтобы вот как в сокровищнице, да, в Церкви Православной было много видов вот этого богатства, вот этой драгоценности. Что читая одного из святых отцов, мы находим одни ответы. Читая другого, находим что-то иное. И вот что еще здесь нужно добавить, для того, чтобы стал нам понятен смысл святоотеческих писаний, необходима собственная духовная жизнь. Вот именно духовная. Не душевная лишь, основанная на чувствах. То, что читаешь, нравится, вроде как бы все логично, все хорошо, все понятно. А именно духовно необходим опыт, необходимы усилия. Да, то есть, опять же, дабы вот эти приемы войны были нами применимы, их необходимо использовать. Иначе все это останется теорией, изложенной на бумаге. Ну, давайте обратимся к тексту. Итак, преподобный Никодим пишет. Тех, которые познали худость и бедственность жизни, которые живут, да, то есть, пришедшие к пониманию покаяния, пониманию того, что необходимо меняться, что вот жизнь такая, какая она есть, ну, и такой жизнью жить нельзя. Их враг успевает удерживать свои власти, наибольшей частью, следующим простым, но всесильным внушением. Смотрите, оказывается, чаще всего, чтобы нас победить, много-то усилий не нужно. Оказывается, вот дьявол использует лишь один способ ведения войны. Да, простой, но всесильный помысел. Какой же? После, после, завтра, завтра. Не сейчас, а потом. Все потом исправится. Еще будет время, еще будет возможность. Сейчас пока не надо. И бедный грешник, прельщаясь тенью доброходства, представляемого таким внушением, решает. Смотрите, какие удивительные слова, какие здесь подобрал переводчик с греческого, святитель Феофан Затворник. Бедный грешник прельщается тенью доброходства. То есть, вот эта вот, как бы, добрая мысль ему кажется самодостаточной. Это вот пожелание чего-то доброго ему, им вменяется, как уже в какое-то дело, как уже во что-то уже такое, ну, сделанное, что-то серьезное. То есть, он прельщается этим, что вроде бы мыслить доброе. Я же хочу чего-то доброго. И успокаивается на этом. Да, и так вот решает. В самом деле, завтра, ныне я покончу свое дело, и потом с полнейшей беспопечительностью придам себе в руки благодати Божией. И неуклонно потеку путем духовной жизни. Ныне сделаю то и то, а завтра покаюсь. Вот правда, вот если мы посмотрим, наверное, в начало всех наших поражений на этой войне, всех наших падений греховных, всего нашего нерадения, всего нашего охлаждения, то увидим как раз подобное рассуждение. Что да, я понимаю, что надо менять то, менять надо это, надо делать так, и действительно это все правильно и хорошо. И, возможно, я уже чувствовал, как это хорошо, когда благодать Божия помогает мне. Но сегодня мне не хочется. Сегодня я еще поживу по-старому, да, по-ветхому, а все новое, оно будет завтра. И завтра действительно я соберусь силами, завтра будет новый день, завтра я буду полон воодушевления, решимости, ревности. И вот тогда-то, вот завтра я начну по-настоящему праведную жизнь. Сеть — это вражеская, брат мой, которой он уловляет многих и при многих и держит в своих руках весь мир. Причина же, по которой эта сеть так удобно держит нас, есть наше нерадение и ослепление. Ничем другим, как нерадением и ослеплением, нельзя объяснить того, что в таком важном деле, от которого зависит все наше спасение, вся слава Божия, мы не беремся тотчас за самое простое и легкое, и вместе самое действительное орудие, а именно с полной решимостью энергии сказать в себе «сейчас, сейчас начну духовную жизнь, а не после». «Ныне покаюсь, а не завтра, ныне и сейчас в моих руках, а завтра и после в руках Божьих». «Но если благоугодно будет Господу дать мне завтра и после, могу ли я быть уверенным, что и завтра найдет на меня это благое и понудительное помышление об исправлении жизни?» К тому же, что за бессмыслие говорить, например, когда предлагается верное средство от болезни «погоди, да еще поболею немного». А отлагающее дело спасения совершенно походит на такого. Да, вот, видимо, объясняется. Нерадение наше и нерешительное в использовании, вот как вот здесь он-то подчеркивает, от этого самого действительного, действенного оружия. «Пришло тебе благое помышление на сердце покаяться и начать жизнь свою исправлять, это необходимо делать тотчас, сейчас, и ни в коем случае не завтра, а именно сейчас». Потому что именно сейчас для этого тебе дается и сила, и возможность, и желание, и понимание, что нужно сделать. А то, что будет завтра, как здесь правильно подмечено, совершенно для нас неизвестно. Как оно будет завтра? Кто из нас может гарантировать, что завтра он будет таким-то и таким-то, что будет жить в таких-то и таких-то условиях, будет чувствовать себя так-то или так? В своей жизни мы видим постоянно сплошную ненадежность с нашей стороны. Сколько раз мы планировали что-то, встретив следующий день, слава Богу, что он наступил. Мы видим, что все наши планы, они, по родным счётам, ничего не стоят, не имеют ни силы, ни возможности какой-то быть реализованными. А как раз оно вот из-за этого, из-за вот этой беспечности, желания отложить на потом. Да, ну, конечно, здесь стоит ещё раз подчеркнуть вот это вот замечание, да, что если человек болен очень сильно, а все мы в плане духовном, мы смертельно больны. Мы не просто недугу, мы не просто простудой какой-то болеем. Наш дух, он мёртв, да, или находится в состоянии мёртва сна. Совершенно не способен ни к чему духовному, не способны что-то ощутить, понять, решить. Вот в плане духовном. Живые мертвецы. И вот когда человеку в таком состоянии предлагается верное средство, верное лекарство от этой смертельной болезни, он будет рассуждать, да нет, зачем мне сейчас выздоравливать? Я потом когда-нибудь воспользуюсь всем этим, а сейчас я склонен поболеть. Чем можно назвать это? Безумием. Безумием и более ничем. Что же делать? Итак, если желаешь избавиться от прелести вражеской и победить врага, тотчас берись за надёжное против него оружие. А какое же? Тотчас послушайся делам добрых помышлений и божьих тебе внушений, зовущих тебя к покаянию. Не допускай ни малейшей отсрочки и не позволяй себе сказать, я положу твёрдое намерение покаяться немного после, и не отступлю от этого намерения. Нет, нет, не делай так. Такие решения всегда оказывались обманчивыми, и многие при многих, понадеясь на них, оставались потом нераскаянными до конца жизни по разным на то причинам. Вот очень простое средство здесь нам указывается. В первую очередь не оставляй на потом, тотчас прибегай к спасительному покаянию. Бойся вот этой греховной бесовской мысли оправдывать себя сегодня, надеясь покаяться завтра. Что сегодня поживу так, а завтра уже точно я положу начало своему исправлению. Ведь действительно вся наша жизнь свидетельствует о том, что чаще всего такое намерение оно не исполняется. Опять же, исходя из того, что сегодня где-то еще в нашей власти, а завтра уже точно не в нашей. А есть и другие причины, почему мы после не можем выполнить вот это, как нам кажется, благое намерение. И вот дальше как раз преподобный Никодим нам и открывает, что же это. Итак, первая причина. Первая та, что собственные наши решимости не бывают основываемы на неверении в себе и на крепком уповании на Бога. То есть как-то по-другому сказать. Что первая причина, почему мы не справляемся потом, когда не начинаем исправление сейчас, основана на том, что мы надеемся на себя в таком случае. Как бы решаем, что вот я завтра, я, я смогу собраться, я смогу покаяться, я уж точно решусь, я буду в таком же точно воодушевлении, которое сегодня есть, но по причине нерадения мне не хочется. воодушевляться. То есть я завтра смогу. Смотрите, то есть не на Богу упованье, а опять же на себя. Как будто бы у нас внутри есть некий тайник, тайник, в котором находится определенное количество могучих духовных сил. И очень часто греша мы думаем, что ну вот ладно, сегодня я пока расслаблен, пока я не желаю сопротивляться злу, но вот завтра я вот из этого тайника сил-то наберусь. И вот тогда-то все и узнают, как надо праведно жить. Кстати, в большинстве своем люди свое нераскаяние оправдывают именно таким настроением. Именно даже не нераскаяние, а вообще нежелание жить христианской жизнью. Причем люди, которые не отвергают Христа, не отвергают православие святое, но свое безбожие, безбожную жизнь, в общем-то, оправдывают тем, что ну это все просто. Это же просто начать молиться, это же просто начать паститься. Это вообще такое дело-то плевое. Это в общем-то в любой момент, как только я захочу, я тут же стану великим святым. Но если человек это неявно, так вот говорит, по крайней мере, он внутри себя так чувствует. Надеясь, что внутри себя он обязательно найдет и ум, и понимание, и волю, и власть над всем самим собой и так далее. Увы. Посему бываем не чужды горестного о себе мнения, неотложным следствием, которое всегда бывает удаление от нас благодатной Божьей помощи. И вместе с тем неизбежное падение. От всего решающий в себе «завтра непременно брошу путь греха» встречает всегда противное тому, то есть не восстание, а еще горшее падение, а там опять падение за падением. И Бог промыслительно иногда попускает сие, чтобы привести самонадеянного в сознание своей немощи и побудить ко взысканию Божьей помощи, единой, надежной, с отвержением и попранием всякой надежды на себя. Хочешь ли знать, человек, когда крепки и благонадежны будут твои собственные решимости, когда не будешь держать никакой на себя надежды, и когда они у тебя основаны будут на смирении и крепком уповании на единого Бога? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok